Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Убгенск ТВ. Мы рассказываем о событиях нашего города и региона в студии Дарья Человекова. Георгий Разуваев. Сегодня в выпуске. Качество и своевременность. В правительстве обсудили ремонт дорог. Ход работ по программе Фонда капитального ремонта на повестке дня планерки в администрации. Экологическая политика в Наукограде. Итоги совещания в Доме ученых. Добровольно или принудительно. Мнение жителя о вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня глава региона Владислав Шапша в режиме видеоконференц-связи провел очередное заседание областного правительства, на котором рассматривался ход выполнения в 2020 году регионального проекта «Дорожная сеть», реализуемого в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Владислав Шапша потребовал строго контролировать качество и своевременность ремонта региональных дорог. По информации отраслевого министерства, на финансирование проекта в 2020 году выделено 4 млрд 265 млн рублей. Министр дорожного хозяйства области Михаил Голубев сообщил, что государственные и муниципальные контракты по объектам этого года заключены в полном объеме. В настоящее время также завершаются конкурсные процедуры по дополнительным объектам, в том числе вот которых запланирован на 2021 год. По итогам года планируется увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. В общем объеме работ 190 километров – это дороги областного значения, 28 объектов. В Обницке отремонтированы дороги на 12 улицах, в Малоярославецком районе – на 7 улицах. Ремонт региональных автомобильных дорог ведется в соответствии с утвержденными планами-графиками. В Нукограде завершен ремонт двух дорог – проспект Ленина, Дублер и улица Гурьянова. По четырем объектам работы завершаются, на остальных шести ремонт ведется. По итогам обсуждения Владислав Шапша подчеркнул важность качественного и своевременного выполнения ремонтных работ, проводимых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Очень важно, чтобы все эти работы были выполнены качественно и в срок, поэтому я вас прошу, не стесняйтесь, строго следите за качеством исполнения работ подрядчикам и при необходимости требуйте переделывать, если что-то сделано не в соответствии с ГОСТами. А такие примеры есть, когда у нас разуклонку, вдруг почему-то не в ту сторону делают, и лужи стоят после дождей на дорогах. Не стесняйтесь, делайте это и делайте это гласно, показывайте свою работу общественности, жителям показывайте. На планерке главы администрации Обнинска был заслушан отчет о ходе работ по программе Фонда капитального ремонта. Также вновь вернулись к теме с выделением земель для многодетных семей из Наукограда. Участки выделяют в Малоярославецком районе, на территории близлежащего сельского поселения Спасзагорье. На сайте администрации полностью сформирована вся необходимая информация для многодетных семей, то есть сам закон, список кадастровых участков, сама схема с указанием кадастровых номеров, заявление на ваше имя для того, чтобы каждый мог написать это заявление. Встреча с многодетными запланирована на вторник, со среды начнут принимать заявления. Замена лифтов в 12 многоквартирных домах за средства Фонда капитального ремонта завершена досрочно. Ведется работа по обновлению фасадов, крыш и отмосток. Вовлечен 21 многоквартирный дом. По ремонту фасадов на сегодняшний день выполнен основной слой и уже завершается со стороны центральной улицы декоративная штукатурка. По ремонту крыш сейчас производится монтаж стропильной системы. Это на улице Липунского, на улице Глинки, на улице Железнодорожная. Идет завоз материалов и также монтаж и демонтаж стропильной системы. Замначальника полиции рассказал, что за неделю своих денежных средств лишились 30 человек. Мошенники представлялись сотрудниками банков и обманным путем получали доступ к персональным данным. Глава администрации Обнинска считает, что банкам, функционирующим на территории Наукограда, следует проводить с клиентами информационную работу. Это пострадавшие люди, которые понесли, соответственно, материальный урон. И материальный урон немаленький. Давайте использовать, соответственно, те стенды, которые у нас есть в лифтах, для информирования жителей о том, чтобы они были более внимательны, соответственно, к совершению от всех операций таких. К сожалению, раскрываемость такого рода преступлений крайне низкая. Всего лишь около 25%. По словам Тимура Нурбагандова, прежде чем сообщать позвонившим информацию или осуществлять переводы, лучше позвонить напрямую в банк самому, удостовериться. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В пятницу в Доме ученых прошло совещание, на котором обсудили разработку экологической политики. Как было отмечено, Обнинск на пороге нового этапа развития. При всех изменениях, что ждут Наукоград, важно, чтобы состояние окружающей среды не ухудшилось. А для этого необходимо объединить усилия представителей различных сфер жизни города. От компетентности, привлеченных к решению проблемы, людей зависит немало. Состояние реки Протвы тревожит многих обнинцев. Обращения к депутатам и в администрацию поступали многократно. Но не раз говорилось и об источниках загрязнения водоема. Они за пределами Наукограда. Это лишь один из примеров, показывающий, нельзя улучшить экологию в отдельно взятом Обнинске. Скорее речь идет о работе по всей северной агломерации региона. Чтобы был результат, должно быть отлажено межмуниципальное взаимодействие. Как сказал Геннадий Скляр, важно подготовить дорожную карту. Где мы сделали бы инвентаризацию всех тех проблем, которые мы видим сегодня. Там бы мы сформулировали и те возможные угрозы, которые возникают с развитием города или ближайших территорий. И как мы относимся к этим угрозам, как мы должны с ними работать. Руководитель Тайфуна рассказал о важном решении, исполняющего обязанности губернатора. Научно-производственное объединение и его опыт будут активно использовать в регионе для мониторинга экологической ситуации. Вячеслав Шершаков напомнил, что по соседству с Обнинском появляются новые предприятия. И ограничиваться при оценке ситуации одним только Наукоградом нельзя. Для того, чтобы понимать ситуацию, для того, чтобы действительно готовить какие-то предложения по принятию решений, в первую очередь нужно уже сегодня позаботиться о том, чтобы у нас была объективная информация. И не просто разовое измерение, а уже какие-то достаточно большие ряды. Отдельные мероприятия, направленные на мониторинг экологической обстановки в Обнинске, Тайфун проводил и раньше. И гендиректор рассказал об этом, но должна быть системная работа. Староста деревни Мишково поделился опытом попытки решения экологических проблем. По словам гостей из Боровского района, обращения во властные структуры остаются, как правило, без должной реакции. Да, надо программно подходить, надо взаимодействовать. Но какие бы мы программы не написали, какие бы мы в административных наших кабинетах не создали, достаточно весомые, интересные планы, может быть, даже подкрепленные бюджетами. Если мы не будем, не научимся слушать людей, то здесь мы снова попадем в ту яму, когда это будет не для людей. Необходимо вести экологическое просвещение, в том числе и предпринимателей, уверен председатель торгово-промышленной палаты Обнинска. Присутствовали и выступали на совещании и обнинские экологические активисты. Они выразили готовность принимать участие во взаимодействии с населением Наукограда. Обращений поступает немало. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ В Обнинске проходят прокурорские проверки детских садов. Такие мероприятия организованы, чтобы не допустить нарушения по охране жизни и здоровья детей. Были выявлены нарушения. В результате руководителям 12 организаций вынесены представления об устранении допущенных нарушений. В прокуратуре города организовано проведение проверок дошкольных образовательных организаций, в ходе которых выявлены нарушения. Так, в настоящее время установлено, что гигиеническое покрытие пола, стен, потолка, групповых помещений, санитарных узлов, а также в ряде случаев и помещений пищеблока, не соответствуют требованиям санитарного законодательства, находятся в ненадлежащем состоянии и требуют замены. Кроме того, окна также не обеспечивают режим проветривания и тоже требуют замены. Подробности о событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». 10 июля во второй половине дня на круговом участке в районе северного въезда в город произошла небольшая авария. По предварительной информации, оба «Фольксвагена» двигались в одном направлении. В какой-то момент один из водителей не рассчитал радиус поворота и допустил столкновение. Пострадавших в этой нелепой аварии нет. В 16.45 поступил сигнал с адреса проспект Маркса, 71. В дорожно-транспортное происшествие попали «Мерседес» и учебный автомобиль марки «Опель». Судя по всему, владелец красной иномарки не соблюдал дистанцию. Окончательные выводы в этой истории сделают сотрудники госавтоинспекции. А в понедельник, 13 июля, также не обошлось бездорожных инцидентов. Женщина за рулем «Шевроле», маневрируя на парковке около гостиницы, задела заднюю часть кузова припаркованной малолитражки «Кия». В два часа дня еще одна автоледи на Рено, выезжая с улицы Шацкого на проспект Ленина, не убедилась в безопасности своего маневра и не уступила дорогу иномарки «Мерседес». В результате довольно сильного столкновения, к счастью, пострадал только транспорт. На днях министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил информацию о том, что клинические исследования вакцины против COVID-19 на добровольцах идут в штатном режиме. На вопрос о том, будет ли вакцинация обязательной, глава российского Минздрава напомнил, что процедура в любом случае производится только с согласия самого гражданина. Интересно, что думают по этому поводу жители Обгинска. Я вообще за вакцинацию и за грипп, в том числе новая коронавирусная инфекция, потому что это дает возможность человеку приобрести иммунитет. Некоторые люди думают, что вакцинация от гриппа – это бесполезное дело, потому что, ну, тем ты штаммом заболеешь или нет, а тут, в принципе, обычно вакцинацию делается на самые распространенные штаммы, поэтому это полезная вещь. Я за. Не знаю. Я против вакцинации. Не знаю. Мне кажется, что еще не проверена эта все вакцина, не отработана. То есть вы себе действом-то не сделали? Пока нет. Я за. Ну, как, потому что я все-таки надеюсь, что это помогает, как правило. Ну, я думаю, что нужная вещь, если это будет нормально работать, нормальная вакцина. Почему бы нет? Лучше, чем болеть и рисковать. Ну, чтобы не было побочных эффектов никаких. Желательно, чтобы она легко переносилась. Да, я за. Я против. Почему? Ну, опасно, я думаю. Надо проверить это дело. Пока не готов. Ну, я уже переболел. Правда, мне, видимо, повезло. У меня средней тяжести был процесс. А если бы... Мне 81. А если бы было тяжелое, неизвестно, что бы получилось. Поэтому теперь только лекарства. Теперь вообще это очень тема обширная. И неизвестно, будут ли эти препараты эффективны. И сколько вот длится мой иммунный статус после болезни. Говорят, всего 2-3 недели. И снова готовим к едим. В полный период лови этот вирус. Я что-то не думала об этом серьезно. Ну, наверное, думаю, это необходимо будет. Раз такая проблема по всей стране. Да. И в избежание, значит, новых заражений. И ради здоровья наших детей. Думаю, вакцинацию нужно проводить. Всего населения. Да? Ой, неоднозначно вообще, на самом деле. Я и побаиваюсь одновременно прививки делать. И в то же время боюсь их не делать. Вот. И вот своим детям так до сих пор и не решила делать или не делать. И вроде бы надо бы, и вроде бы страшно. Столько всяких с разных сторон информации. Каждый говорит, то делай, то не делай. В общем, страшно. Вот так. Не знаю пока. Ну, может быть, себе и сделаю. Детям я не знаю, честно говоря. Я боюсь. Детям делать просто... Себе-то вроде как не страшно. 12 июля отмечался День рыбака. Накануне правительство Калужской области разместило на официальном сайте карту, на которой отмечены места, где жители региона больше всего предпочитают ловить рыбу. Как сообщают в Калужском министерстве природных ресурсов и экологии, самое популярное место рыбалки – Ака. Здесь можно поймать крупнейшего представителя рыб нашей области – Сама, а также Судака, Щуку, Жериха, Леща, Платву и других. Большим спросом пользуется Ячинское водохранилище. В Обнинске тоже есть любители рыбалки, которые свое свободное время проводят на Белкинских прудах. Помимо платных водоемов, обнинские любители рыбалки посещают Белкинские пруды, а также реку Протву и сидят в ожидании улова поодаль от городского пляжа. Чаще всего на крючок попадаются караси, но бывают рыбы покрупнее. Рыба вкусная, сладкая. Постоянно летом питаюсь рыбой. Здесь я морально отдыхаю на свежем воздухе, поэтому нехорошо здесь. Рыбалкой занимаются и мужчины, и женщины. Гостью Наукограда из Украины занялась этим хобби после того, как вышла на пенсию. Летом она приезжает в Обнинск к гостю к дочери и каждый день ходит ловить рыбу на Белкинских прудах. Пойманных карасей она не ест, а кормит ими бездомных кошек. Рыбалка – это азартный и увлекательный процесс. Кто-то любит ее за соревновательный элемент и вкусную свежую рыбу, а кто-то за то, что можно посидеть в тишине ранним утром, подумать о жизни и уйти домой отдохнувшим и счастливым, даже если улов был не очень хорош. На сегодня это все. Вы также можете познакомиться с новостями на интернет-сайте телекомпании в группе «Обнинск онлайн», в фейсбук, вконтакте, инстаграм. О происходящем в Обнинске и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин